Сейчас мы переходим к, в общем-то, главе, не той части главы, которую мы довольно часто с вами обсуждаем, и, в общем-то, опять-таки, опять-таки урок. Но мне вот первый урок очень нравится, я имею в виду, что часто приходится им его вспоминать, это правда. Вот вторая часть чуть-чуть меньше, мы как-то так меньше этим грешим, а вот жалобами часто. А второй урок вот что, говорила Мирьям Сароном против Маши. По поводу Кушитки, которую он взял себе, жену Кушитку взял он себе. Куш, строго говоря, это Эфиопия. Жена Кушитка, по идее, прямое значение негритянка. Ну, то есть, что тебе мало еврейских девочек, что ты выбрал негритянка? Мало того, что первая жена у него была Цепора, она медьянка, не еврейская девочка. Медьянка, но сам ее папа Итро, мы с ним встречались уже раньше в книге Шмот, сам ее папа Итро был священником медьянским, но прозорливым священником. Он как-то вдруг понял монотеизм, он усвоил учение сразу о Едином Боге. И у него с Маше при встрече были такие разговоры, ну, по крайней мере, это комментарий такой, что он внимательно, с жадностью слушал, что Бог сделал для Маше и через Маше. И чуть-чуточку даже немножко завидовал. Завидовал, потому что он был уже, как сказать, почти пророком, и он ожидал, что через него что-то там произойдет, разговор с Богом, и вот он станет провозвестником Божьего Слова, а оказалось, что через Маше, через его зятя, но он все равно гордился Маше, слава Богу, что вот Бог так вот при нем все это показал, даже через его зятя. Ну, в общем, такие были рассказы, поэтому Цепора не совсем, так сказать, язвичница вот такого папы, при таком муже Цепора, медьянская принцесса, медьянская дочка, вернее, священника, первая жена, она родила ему двух сыновей, Дершома и Элиезра, и она как раз, она и обрезание сделала, она знала, что нужно обрезать, и сделала обрезание то ли сыновьям, то ли самому Маше, я не знаю уже, но разные комментарии. Вот, но она уж никак не была кушиткой. Единственное объяснение, которое дает иногда Равины о том, что куш имеет два значения, один это Эфиопия, а второй, вот некое племя среди медьян были тоже кушитами, тоже назывались. Как они туда попали, непонятно, то ли мигрировали, то ли часть, ну, в общем, непонятно. Но это путаница в терминологии. Нам проще помнить, что от куша до гуду, или от гуда до куша, имеется в виду это царство Ахашвироша, от гуду это Индия, и куш это Эфиопия. Ну, иначе нам пришлось бы где-то тормознуть на Синайском полуострове, найти там племя куш. Но вот, нет, египтяне были под ним аж до Эфиопии. Я имею в виду под персидским правлением. Вот, и поэтому жена кушитка, предположение, второе предположение о том, что цепора где-то там оставлена, а кушитку, вот он ее себе взял. Но комментарии, которые чаще всего вы видите, что нет, да, это и есть цепора. Это и есть цепора. И почему же они на маше поднимают голос, почему они упрекают его по поводу своей жены, оказывается, это комментарий, в Торе этого нет. Очень точно нужно разделять, где комментарий, а где прямую текстуру. Так вот, оказывается, для того, чтобы слышать голос Бога, это мы знаем из книги Шпот, 19, мы знаем слово, чтобы слышать голос Бога, нужно очиститься. Потому что Бог говорит маше, а маше передает всему народу, он говорит, очиститесь, не приближайтесь к женам. Не то, чтобы секс был скверный, но в данном случае это было обязательно условие для того, чтобы предстать перед Богом, надо было три дня не приблизаться к женам. И тогда можно было услышать, увидеть, как Бог разговаривает, как Он на горе Синаи громыхает и передает нам первые заповеди. Но это не следует из текста, это комментарий, почему могли упрекать из-за жены, а маше отличается от нас с вами и от тех людей, с которыми он работал. Вот им три дня надо было очищаться, чтобы услышать голос Бога, а потом они отошли и сказали маше, ты с ним разговаривай, а нам передавай. Но маше-то надо было разговаривать каждый день с Богом, а он не мог знать, когда Бог его позовет. Поэтому он вынужден был быть в постоянной ритуальной чистоте, то есть не приближаться к жене все время. И маше и Арон говорили, упрекали по поводу жены, что ты бросил. И опять-таки комментарии, цепора ходит печальная, сняла все свои украшения, Мириан к ней подходит и говорит, что ты такая печальная, почему ты украшения сняла, и цепора ей говорит, он не обращает внимания на мои украшения. Украшения должны привлекать мужчину. Он не обращает внимания на мои украшения. То есть он сторонится меня, избегает меня. И вот тогда справедливый гнев. Не хочется, чтобы Арон и Мириан, старшие брат и сестра, чтобы они выглядели, ну, скажем так, нелицеприятно, что они клеветники, что они принижают, унижают Маше, говорят, что, а ты вот у тебя там негритянка. Нет, они, оказывается, из благородных побуждений подошли к нему и сказали, что это ты делаешь? Ты от своей жены отстранился? Упрекали его из-за жены. Вот как переводят слова комментарии, комментатор. Упрекает его из-за жены. Это, кстати, нам с вами тоже немножечко помогает разобраться, почему Машет, понятно, это величайший пророк из всех пророков, которые были с нами вообще в нашей истории. Но у нас не только не поощряется, у нас, ну, скажем так, вот не хочется слова преследоваться, говорить, но у нас, как подобрать хорошее слово, нас, мальчишек, заставляет 18 лет жениться. Почему? Нехорошо, если он один. Какие мысли ему приходят, и вообще пора остепениться и делать то, что заповедано. Потому что брак и секс заповеданы. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Поэтому у нас не поощряется, мягко говоря, воздержание. Нет. Понятно, что нельзя запрещенные какие-то иметь отношения, но в своей, то, что заповедано, в своей семье воздержание или устранение от жены, оно не поощряется. Тем более, не поощряются никакие институты воздержания, как, например, монашеские монастыри, монашеские собрания, сборища, такие вот, которые там и едят плохо, и пьют плохо, и спят плохо, и, значит, жен не имеют, вот у нас это все запрещено, запрещено, запрещено. Как правильно использовать, рассказывается, но не воздерживается. Поэтому в данном случае это маленький намек уже людей, которые знают монастыри, о том, что нехорошо. Вот видите, здесь Мирьям и Арон говорят Маше, что это нехорошо, что он свою жену оставил. Поэтому вот эта фраза упрекали из-за жены Кушитки оказывается здесь из благородных соображений. Ну, можно и так понимать. Это такой мидраж, оправдывающий героев Торы. Это правда. Одна из задач мидража оправдать героев Торы. И дальше. А вот второе, второе действительно никак не объяснишь с хорошей точки зрения. И сказали, то есть Мирьям и Арон сказали, разве только Смаше говорил Бог? Ох, напоминает то, что произойдет чуть позже это восстание Короха. Разве только Смаше говорил Бог? Ведь и с нами Он тоже говорил. И услышал это Бог. А человек Маше был скромнейший из всех людей, которые на земле. Маше не защищался. Итак, у нас две вещи, которые можно вывести отсюда. Первое, это в семье все должно быть здоровым, здоровый секс, здоровой семье. Второе, и воздержание не поддерживается. Второе, это Маше был скромным человеком, и это правда, мы в Торе не увидим ни одного случая, когда кто-либо роптал на Маше, и Маше просил бы защиты у Бога для себя. ропщат народ, вот недавно с перепелами было, ропщат народ, а он говорит, убей меня, я не хочу видеть этого, убей меня, потому что я бессилен дать ему то, что они просят. Это, как сказать, это проблема многих руководителей, когда вдруг подступают к горлу все работники и говорят, дай прибавление к зарплате, дай там квартиры, дай еще что-нибудь, дай, 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 а у него только вот то, что есть, вот бюджет, за который он выйти не может, и ему вот трудно, поэтому Маше никогда не просит за себя, он всегда просит, за Мирьям просит, за народ просит, а за себя никогда, поэтому он промолчал, они на него шумят, а он промолчал, а что делать, он был скромнейшим из всех, и сказал Бог внезапно, то есть он появился, шхина быстро появилась возле собрания этого Огля Маэд, возле скини собрания, и обратившись, он сказал, выйдите вы трое к шатру откровений, вышли все трое, сошел Бог в облаке, в столпе, облачном, стал у хода шатева, призвал Аарона и Мирьям, он их двоих только послал, он будет сейчас с ними разговаривать, и он, ну, комментарий будет такой, и плохо, и хорошо, в глаза лучше не говорить, и плохо, и хорошо, но если плохо еще можно, это и выщевание, то хорошо, лучше не говорить, потому что человек может загордеется, лучше вот отдельно кому-то сообщить, и он сообщает, он говорит, кто вы такие, Мирьям пророчица, у нее есть пророческие данные, у Аарона нет таких данных, Мирьям, колодец заходил за Мирьям, то есть она любимица Бога, и у нее достоинство огромное, она спасла Маше, и он отводит Мирьям, и начинает, Мирьям и Аарона начинает говорить, кто вы такие, если и есть у вас пророк, он их пророками не называет, у вас, если есть пророк, или среди вас есть пророк, то я ему являюсь в сновидениях, и говорю притчей, минуты до этого нет, он говорит, он не прямо говорит, он дает видение, как потом у Иушаягу, у Иермиягу, особенно у Искеля, видение всевозможное, и потом их надо интерпретировать, он говорит, нет, а самаше, я говорю лицом к лицу, прямо, никаких экивоков, вот делай, вот делай, вот делай, вот делай, осталось только рассказать, то есть эффективность работы Бога и Маше максимальная, ничего не надо интерпретировать, никакого, никакой двусмысленности, он говорит, я не загадками говорю, образ Бога видит он, как же вы не боитесь говорить против раба моего Маше, оказывается, два греха совершили Арон и Мирьям, особенно Мирьям, потому что недаром комментарии ее направляют к Цепорье, то есть она потом после разговора с Цепорой, Цепора не может пожаловаться, женщина не может пожаловаться мужчине, она не может пожаловаться Аарону, она пожаловалась женщине, и поэтому здесь Мирьям наказана больше, чем Аарон, и как же вы не боитесь, два, первое, это она говорила против Маше, то есть она упрекала вместе с Аароном, она упрекала, скорее всего, Мирьям говорила, Аарон не говорил, даже при всем своем красноречии, Мирьям его упрекала по поводу жены, и после этого она сказала, что он ничем не лучше их, он ничем не лучше их, во-первых, они, правда, старше, Аарон старше, чем Маше, и Мирьям стануя старше, потому что она спасала, когда Маше родился, она была уже взрослая, он лучше нас, с нами тоже разговаривал Бог, и поэтому она дважды согрешила, она пошла и говорила против Маше, то есть обидела Маше, а второе, она говорила против Бога, она обидела Бога, почему вдруг Бог выбрал Маше, а не ее, или Аарона, старших по званию, и тут Бог ей говорит, вы говорили против раба моего Маше, то есть я его выбрал, а вы против него, как вы не боитесь этого, и получилось, что Мирьям дважды согрешила против, и возгорелся гнев Бога на них, и отошел он, имеется ввиду дальше объяснение, как отошел, облако отошло от шатра, и вот Мирьям покрыто проказою, как снегом, и взглянул Аарон на Мирьям, и вот прокаженная она. Проказа тогда была не такая, как мы сейчас с вами знаем, это было что-то вроде шелушения, больше на перхоть, похоже, только по всей коже распространялось, такое было белое шелушение, которое проходило само через какое-то время, если быстро не проходило, надо было еще там семь дней вне стана проводить, но это был опасный человек, его все равно вне стана, и он должен был накрывать себе лицо и объявлять о себе о том, что он прокаженный прокаженный, тамэ, тамэ. И поэтому Мирьям вся покрыта проказой, вот прокаженная она, и сказал Аарон Маше, прошу, господин мой, не сочти нам за грех, что мы глупо поступили и согрешили. Глупо поступили это против тебя говорили, как мы уже говорили, против тебя что-то говорили, а согрешили это перед Богом. Два наказания, и нам это сейчас понадобится, два наказания, да не будет она как мертвец, и возопил Маше к Богу он упал, говоря, о всесиле умоляю исцели ее. Очень короткая фраза, Рафана, Рафана, я сейчас, Рафэл, Нала, Леймор, Эльна, Рафанала, пожалуйста, исцели ее. Разные будут комментарии, почему такая коротенькая молитва была, и сказал Бог, обращаясь к Маше, если бы отец ее плюнул ей в лицо в наказание за то, что она согрешила в наказание, он плюнул бы, то есть, бывает, мужчина сердится и тьму на тебя что-то в этом роде, плюнул ей в лицо, разве не скрывалась бы она в стыде семь дней, то есть, если он публично это сделал, она бы спряталась там в шатер или выбежала за стан, и дальше он говорит, пусть будет заключена, это нам очень важно, пусть будет она заключена семь дней вне стана, а потом придет. Что здесь нарушение? Мы потом придем к уроку, а когда же придем, у нас уже закончилось, но это потом, ничего страшного. Какое здесь нарушение? Дело в том, что у нас в самом начале, в книге Ваикра, значит, у нас есть глава, Митсуа, там написано, священник осмотрит проказу и выдворит заболевшего вне стана на семь дней, а после опять осмотрит проказу и опять выдворит на, если она не прошла, еще на семь дней. Священник был в то время, как раз и есть этот вот человек, контролирующий болезни, он еще носил функции врача, ну, в некотором смысле, скажем так, врача санэпидстанцией, не сколько лекаря, сколько, так сказать, сколько охранника стана и святости стана, и это должен делать Аарон, но Аарон не может осматривать свою сестру, потому что есть постановление о том, когда и кто может принимать решение, Аарон близкий родственник, она находится в первом, в первом эшелоне близких родственников, сестра, он не может ее осмотреть, и вот закон говорит о том, что он не может принимать решение по сестре, Моше не может принимать решение, сколько она и как она будет выгнана за стана и через сколько времени она придет, он вообще не Коген, он левит, но он не Коген, он не потомок Аарона, только потомки Аарона являются Когенами, и тогда, да, маменька, все, мы сворачиваемся, и тогда, значит, тут у нас опять идет мидраж, оправдание, опираясь на этот текст, что здесь написано, Бог говорит, пусть будет, она заключена семь дней вокруг стана, она дважды согрешила, ей положено, по всем комментариям, ей положено 14 дней находиться вне стана, но Бог сам определяет, сколько, он понимает, некому ее сейчас вылечить, некому проконтролировать, я возьму на себя функции, я буду решать, Бог говорит, я буду решать, сколько дней и как она должна находиться вне стана, это, это дорогого стоит, это правда дорогого стоит, это большой почет для Мирьям, и комментаторы говорят, именно потому, что у нее заслуга большая, схуд большой, заслуги большие, почему, она спасла Маше, если бы не Мирьям, не было бы истории еврейского народа, не было бы Маше, не было бы такого пророка, и он говорит, Бог сам за ней проследит, чтобы семь дней была, а после семи может вернуться, это не важно, она выздоровела, он говорит, что она вернется, то есть, я ее вылечу, по просьбе Маше, я ее вылечу ровно через семь дней, не надо, четырнадцать, потому что она должна была, семь хватит, он проявил милосердие, сам принял на себя функции священника, самого же себя, вот, священника, и он отправляет, и дальше, дальше, и была заключена Мирьям не ста на семь дней, народ же не отправлялся в путь, пока не вернется Мирьям, ее любили, ее любили, мало того, что она воду всегда приносила, она такая, лозоискатель была, вот, за ней всегда колодец ходил, мало того, что она воду приносила, ее еще любили, и как женщину, и как сестру, и как пророчество, потому что она все время рядом с братом, она и пела с ним после того, как мы море перешли, и, в общем, она видный политический деятель, любимый народом, и народ не отправлялся в путь, пока они еждали, пока не вернется Мирьям, и комментарий очень хороший, ведь, стан должен был двинуться, если шхина, облако, поднималось и уходило, если бы облако поднялось и ушло, надо было собирать стан и уходить, Бога нельзя ослушаться, что значит, облако стояло над скинией собрания, пока не выздоровела Мирьям, то есть Бог не посылал народ вперед, он понимал, что ее любят, сам высказывал ее уважение, и благоволил ее, и простил ее фактически, и шхина оставалась над скинией собрания, до тех пор, пока она не пришла в стан, она пришла, и он пока поднялось, и все евреи двинулись после этого дальше. Ну, уже все, мы с вами пересидели, дали даже немножечко, вот, так что, вам удачки, в шаббат почитайте, до шаббата почитайте, поразмышляйте, очень все непросто, комментариев много, и все интересно, и многое учат, к сожалению, второй урок я так и не вывел, это злословие, но первый урок лучше второго, потому что, потому что мы его не замечаем. Злословие-то ясно, как Мирьяма с Савароном позлословили и получили наказание, а вот... А вот... Савароном